Образование для всех в рамках программы «Доступная среда». В республике на различных площадках внедряются разные методы социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Для тех, чье состояние не позволяет участвовать в инклюзивных проектах, разработана методика дистанционного обучения. Рассказывает Карина Аванесова. Каждый день Артура Егизаряна начинается с музыки. Сложное заболевание у мальчика ДЦП не мешает ему играть на синтезаторе и вести активный образ жизни. Артур уже в седьмом классе, учится в центре дистанционного обучения и мечтает стать врачом. Каждый виртуальный урок – еще один шаг на пути к заветной цели. Очень любит географию, биологию, английский очень хорошо получается. Он изучает каждый сантиметр нашего земного шара, с удовольствием изучает расстояние между городами, между странами. Подразделение дистанционного взаимодействия в Республиканском центре научно-технического творчества является большой образовательной площадкой для учащихся. Ежедневно по скайпу на связь с ними выходят более 70 педагогов. Уроки длятся 40 минут, строго по школьному расписанию. В нашем центре дистанционного обучения обучается 281 человек. Дистанционным образованием охвачены все муниципальные районы республик. Качественное образование и адаптация в обществе – приоритетные задачи, которые ставит государство в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркивает в Республиканском Миноборнауке. С 2011 года в стране реализуется глобальная программа «Доступная среда». Проводится определенная работа по созданию в образовательных учреждениях Республики, реализующих образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды. Общий объем финансовых средств, выделенных в рамках программы с 2011 года, из федерального, республиканского и муниципального бюджетов на формирование базовых образовательных учреждений составило 62 миллиона рублей. В марте этого года в Нальчике открылась детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, которую посещают более 100 ребят со всей республики. Здесь активно практикуется инклюзивное образование. Дети с ограниченными возможностями занимаются со здоровыми спортсменами. На базе Нальчикского ипподрома работает клуб лечебно-верховой езды. Инструкторы и волонтеры помогают юным пациентам пройти курс физической и психологической реабилитации. Сегодня в Кабардино-Балкарии более 5000 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого из них безбарьерная социальная среда – шанс доказать, что на самом деле их возможности безграничны.